начнем в мой влог с того что я покажу вам свой новый процесс и насколько я в нем продвинулась организован вон ту коробочку и так целиком не помечается конечно но я вот так вот все расставила это как вы можете догадаться мой новенький мил хилл так вот я разобрала ниточки мандаринка в кадр лезет вот так вот нитки разобрала очень красивая цветовая гамма вы можете видеть очень легко у меня все с этим ой ну все запутала ладно не будет очень легко у меня проблем не было разобрала я их очень быстро и вот что я имею на данный момент да вот показываю что будет в итоге даже не поставлю обратно вот так вот выглядит по схеме я таки бисер отметила как девочки это делают я думаю должно быть это очень удобно потому как я эти значки даже не принимала внимание вот бисера будет прилично пришита и вот что я имею на данный момент вот так вот видите вообще работка такая небольшая вот уже я здесь повышевала ножницы далеко вот тут два оттенка мулины но сейчас на не за на камеру их вообще не вижу и вот это уже грубо говоря половинка носочка видите дальше пойдут вот сюда к пальчикам ближе и вот это тут основание камина который там на фоне общем работа движется неплохо я знаете у меня и воспоминания я прошлую работу вышивала летом а это постоянно влажные потные руки я помню какое-то такое знаете неприятное ощущение когда после твоих рук влажная и перфорированная бумага но сейчас зима руки чаще холодные поэтому очень даже неплохо идет удобно все держать надеюсь я правильно рассчитала то что у меня последнее время с этим всем проблемы это свет наверно закрывает вот конечно безумно красивые нитки красивая карабулька такая у меня праздничная ну вот пока света у нас сегодня не будет целый день сын немножечко бабушки у нас и садик закрыт и школа в общем прямо не знаю нас что не день то что-то новенькое ветряков натыкали а света нет и через пару часов наверное может уже даже раньше он будет у меня все у них немножко позже свет отключили и я пока наверное хотя бы час но повышеваю тут звонит мне муж и говорит я там тебе кино скачал ноутбук сета то нет я не могу пока не поработать не ничего же сделать он говорит ты включи себе и на часик посмотри кино какая прелесть на кино называется любовь случается обязательно потом если понравится я вам о нем расскажу так что вот вышивка на ноутбуке кино и на часик с копейками есть чем развлечься там уже сынок придет ну чтож я досмотрела этот фильм вы можете заметить я смотрела потому как я вышила всего три рядочка или 4 что могу сказать обязательно к просмотру этот фильм еще раз напомню называется любовь случается думаю по главной героини это дженнифер энистон вы найдете по обложке этот фильм что я не знаю какого года выпуска этот фильм мне кажется что я не скажу это все будет спойлером поэтому лучше посмотрите сами и не бросайте досмотрите до конца порой было где-то знаете по 5 минуточек сомнений а включать не выключать в плане 5 минут фильма мне все казалось что какая-то там мыльная опера было было но нет нет стоит посмотреть до конца и использовать то что этот фильм нам дает правда вы поймете когда посмотрите все мысли которые появятся в процессе и после и как все это четко точно правильно и насколько вот люди которые нас учат да вот эти все коучи с проводящие тренинги быть счастливым быть богатым насколько они тоже люди больше ничего не скажу посмотрите не пожалеете так вот на вечер там полу час пятьдесят он длится деревеньки я пока не приступила напомню эта работа будет выглядеть вот так и вот что у меня на данный момент вышита как-то прям знаете заколдованный круг с вот этой вот частью вышивки вот этой вот здесь не знаю вроде бы здесь совсем до вышивать нечего но я вот эту часть вот этот коричневый цвет перешивала три раза и три раза я ошибалась вот на одну и ту же клеточку в одном и том же месте представляете надо было наверно туда отложить немножко и отдохнуть но ничего я все трижды стойко распорола и переделала вот ну красиво получается ничего не могу сказать конечно с бисером и в дальнейшем все это будет играть и красиво переливаться тут я знаете что подумала с подружкой разговаривала на тему что увидев рождественскую деревеньку все-таки вживую потрогав ее руками на встрече вышивальщиц я поняла что я очень хочу закончить свою правда вот вроде бы и не первый раз вижу и уже на давным-давно популярна на ютубе мне кажется это один из самых популярных вообще дизайнов рождественских у вышивальщиц и у дима но вот пока не зря говорят не не потрогаешь да не поверишь так и здесь потрогав ее на встрече вышивальщиц тем более одна из них у нас была готовая да эти пайетки это но это небо все-таки камера фотографии ну не передают всей той красоты и вот я как раз сижу и думаю что я бы очень хотела закончить и мне подружка гордер за если хочется нужно вышивать поэтому скорее всего я не скорее всего я уже поставила станок поставила раму на станочек надо достать коробочку с комплектующими и пусть не но не марафонить я уже говорила что скорее всего я его не успею и и вышить до нового года но хотя бы продвину и принципе эти носочки могут стоять у меня всю зиму давно то есть торопиться прям к новому году мне даже как-то и смысла нет уютненькая очень картинка тут гирлянда ну вот то что пуговички рождественские но это такое мало ли у меня некоторый декор стоит тоже всю зиму поэтому мне нужно с этим дизайном не торопиться и будет у меня это как маленькая такая выше отдыхалочка потому как работка небольшая и принципе не сложная вот ну все пока все что я хотела вам сказать увидимся в новом включении посмотрите что мне пришло это такая вот веточка так показывают то что вся естественно она в кадр не влазит такая вот ветка и она светится сейчас вам обязательно покажу кому нужно будет я оставлю ссылку под видео ну кто захочет может быть такую же приобрести она вот такая ну то есть проволока я хочу сделать с ней новогоднюю композицию может быть даже можно будет и на осень делать да ну вот у меня был было в планах сделать ее новогоднюю поставить в вазу можно будет ее украсить или с чем-то перемежевать вот заказывала я ее на джум сейчас я практически все заказываю на этом сайте это тоже китайский сайт но там доставка бесплатная потому как на алиэкспресс последнее время цены баснословные и практически все идет с платной доставкой не знаю я в чем там у них фишка это сейчас на джуме полно тоже товара и можно найти дешевле дороже и есть такая штука акция дня для акция часа у них бывает вот в течение определенного времени например скидка на этот товар идет там ровно в половину до 50 процентов вот например вот эта веточка стоила по обычной цене по моему что-то там 108 гривен а я ее взяла за 56 то есть извините разница конечно колоссальная сейчас я вам покажу как она светится я уже батарейки вставила такой вот теплый свет я вам сейчас на темную вот так вот покажу гляньте какая классная штука и тут в телевизоре отражается гляньте как классно в общем сделаю себе на стол такую композицию кому интересно заходите по ссылочке ну и можете там потом внизу в менюшке выскакивает тоже похожие товары и можно там поклацать поискать ой красотища обожаю вообще огонечки майка классно гляньте в телеке отражается у меня тут исторический момент я натянула наконец-то свою деревеньку как-то на камере свет не особо но и сюда светит прям лампа мне все прекрасно здесь видно вот так вот я поставила станочек вот у меня тут как раз стол я села боком к столу получается и буду вот сейчас смотреть рукодельный youtube и вышивать ой соскучилась я за ней сейчас на youtube и много вышивают и я прямо смотрю и видела ее вживую и прямо на мне покоя вот не дает так что я приступаю буду вышивать ел вот так вот у меня выглядит это на схеме мост у меня отшит надо будет сделать надо делать на нем бэк потому как я ведь его тут частично ему делала и вот я иду елка вот вот этот кусок уже елки у меня отшит чего ее сколько предстоит потому как елочка вот вы можете видеть не особо такие у нее прям большие участки зашивки но не беда все так но всех говорят что елка страшная тяжело вышивается муторно долго возможно дольше чем например до горы или небо полукрестом но она того стоит и в принципе это возможно преодолеть поэтому все больше не буду разговаривать у меня есть часик до работы пока мои все ушли сегодня муж на работе сын в саду все я побегу вышивать пока разбирала свою деревеньку достала же эту коробочку с материалами хотела показать вам мои одни из самых любимых ножниц заказанных на алиэкспресс вот эти вот ножницы это ну лучшее что со мной случалось на китайских сайтах правда и кончики остренькие и режут хорошо и они так удобно сидят в руке и они небольшие не маленькие но я в восторге если честно хочу подкупить себе вот именно такой формы еще хам может быть хотя бы одни но другого цвета тогда когда я покупала другого цвета продавца с бесплатной доставкой не было ссылку оставлять не буду девочки потому как было это почти год назад по моему там уже нет их в продаже но найти ножницы на алиэкспресс не составит никакого труда и эти вот одни из самых популярных просто хотела поделиться с вами хорошим инструментом вот и наступила уже пятница я тем временем спешу вам показать насколько я продвинулась своих носочках напомню это набор от милхилл называется козий fit я вам сейчас покажу превьюшечку так вот он будет выглядеть и вот уже насколько я продвинулась можете посмотреть то есть угол не так много и осталось да и сама работка то небольшая 13 на 13 сантиметров вот погода сегодня конечно у нас мрачная дождик еще и мы с мужем ходили утром на прививку от дифтерии из столбника состояние такое немножечко чумное но я очень хочу сегодня повышевать так до глубокой ночи загадывать не буду потому как просьба сказала что может и температура после прививки подняться сегодня хотелось бы пятница все-таки хотелось бы посидеть подольше и хочу повышевать сегодня и носки и свою деревеньку еще наверно пару дней повышевать деревеньку обязательно покажу вам насколько я там тоже продвинулась здоровские носочки а с бисером заиграют они конечно еще лучше смотрите что мне пришло и конусы кажется 4 миллиметра брала размер брала на пробу первый раз опять-таки брала на сайте джун ссылочку на этот товар я тоже оставлю нере уточню еще раз и заранее это не реклама все куплено за мои деньги я просто когда-то в каком-то из видеороликов на ютубе слышала у девочек что в китае берут биконус и вот и решила попробовать вот этот вот пакетик обошелся мне всего 20 по моему 5 или 26 гривен и достаточно красивые цвета тут и переливаются они так красиво вообще я планирую много вышивать мелхилов подбором ну как много но есть дизайн на который мне бы хотелось и принципе есть возможность вышить их подбором поэтому я потихонечку вот по малинку затариваюсь то бисером то вот такими вот всякими няшными штучками я знаю анечка вечерние посиделки анюта тебе привет она вышивала желудь от мелхил и там использовала вот такие вот тоже коричневые с китая в китае купленные биконус и так что вот прекрасный пакетик за 20 с копейками гривен вообще очень здорово отправиться в мои закрома сегодня уже 1 декабря это значит что официальная зима уже наступила и мы с сыном вот сегодня уже начали готовиться к новому году я к слову обожаю все вот эти штучки дрючки для декора поэтому мне принципе всего этого не скажу чтобы много но достаточно естественно с каждым годом хочется всего побольше всего новое выходит и помните я хотела чего вам показываю вот эту веточку что я заказывала на джу вот так вот она выглядит смотрите очень классная жалко конечно что она не светлого цвета но в принципе смотрится неплохо я вот вазочку бусин вот этих насыпала которые на веревочке и вот так вот такую составили сыном сегодня композицию кстати эту работу кофешоп от dimension я оформленную нигде не показывала криво у меня стоит на комоде надо поправить все вот так что уже джунгл белл девчонки вот уже больше недели пролетело как я снимала вам кусочки видео и хочу завершить я свой рукодельный влог этим кусочком поэтому покажу вам итоги что мне удалось на вышивать за это время и как вы можете видеть я показываю вам первым делом деревеньку девочки оторваться от нее не могу это что-то прям я не знаю мне кажется вот не зря говорят зиму свое время да вот когда не прет то и не особо и хоть хотя никогда не была равнодушна к этому дизайну но что-то вот видимо вот когда мост я вышивала я уже перемотала мостя вышивала от практически на одном дыхании а потом как-то видимо то ли подустала то ли под надоело и сейчас девочки я просто кайфую от этой елки посмотрите как это вот так вот если смотреть смотрится вот зеленым маркером это отмечено то что есть вот вышивала конкретно за вот эту недельку там уже чуть больше может даже чуть меньше я что-то не засекла в этот раз вот смотрите конечно же немного но немножечко усложнять задачу то что нужно искать вот я заполняла вот видите тут еще не до закрывала полукрестики я пальцем показываю что приходится искать вот ну ориентироваться тем более когда год не брался за процесс пока вот вспомнишь все значки где что поэтому немножечко я вот порой знаете тыкаю как говорят молодежь сейчас да вот ну не знаю получается мне кажется шикарно сын кричит выше меня уже здесь снеговика с детками у тут будет снеговик с детками игру сыночек доберемся еще до снеговика ну ждет ребенок снега ничего не поделаешь у нас сегодня такой льет дождь я вот прямо стою сейчас под лампой потому как у нас 8 57 утра а на улице как будто ночь сына в сад выпроваживала он говорит мама так ночь же еще куда в сад идти вот в принципе больше наверно показать мне здесь и нечего не будем долго останавливаться продвигаюсь и вышиваю ее каждый день вечером перед сном это стабильно сейчас это мой ну можно сказать основной процесс пока у меня в работе их всего два давайте же покажу что у меня на вышивалась в носочке вот они мои носочки я уже ниточку приготовила для новых крестиков смотрите насколько я удачно прямо их хорошенечко повышевала уже у меня считайте эти ножки у меня готовы здесь уже только бисером то есть закрывать вот этим как-то видно может вот так будет по все равно отсвечивает в общем вот так вот вот это вот уже вот все будет закрываться бисером то есть вот эти все пустые участки сейчас я вот принимаю за вот эту верхнюю часть вот этих носочков и в принципе смотрите уже как у меня отсвечивает безбожно ну что поделать вот можете посмотреть сколько у меня уже выше то вот очень здоровская работа очень легкая и вот я ее беру между работой бывает у меня пробелы там в 10 минут поэтому я беру и хотя бы по 5 10 крестиков я успела сделать и в принципе работа движется но основным процессом на данный момент является моя конечно же деревенька и хотела вам показать шишку бисерную я таки приклеила к ней задник ну конечно достижение то еще но это было в эту вышивальный мой влог в этот хотела показать но уронил я только что за диван теперь не знаю там уже наверное просить чтобы двигал диван не знаю прямо по центру дивана в общем туда не добраться просто так поэтому поверьте мне на слово я приклеила там фетр вот а на этом все я буду с вами прощаться такой принципе достаточно плодотворный влог у меня получился и я начну снимать уже сегодняшнего дня с вечера свой новый вышивальный влог так что оставайтесь со мной а вдруг я что-нибудь еще начну кто меня знает правда чтоб скучно не было все девчоночки я прощаюсь до следующего видео всего вам доброго побольше вам времени конечно же здоровья всем пока пока